О страшной трагедии, которая разыгралась в доме номер 9 по улице Советской, жители узнали пол третьего ночи, когда обнаружили у себя под окнами плачущего двухмесячного ребенка. Зайтуна Байбекова, это она нашла младенца, до сих пор не может прийти в себя. Оказалось, что это сумка, она была развернута, эта сумка из двух половинок состоит, получается, на этой сумке лежал ребенок и сильно кричал, молил по помощи, наверное. Я кричу, я сама себя не помню, кричу. Люди, кто просил ребенка. Жители, проснувшиеся от этого крика, поспешили на помощь и вызвали полицию. Позже органы правопорядка установили, что ребенок не был кем-то подброшен, а эта мать успела спасти его перед ужасной трагедией. В квартире на первом этаже были найдены тела четырех человек. Это одна семья, 34-летний мужчина, 42-летняя женщина и двое детей, девочка, двух с половиной лет и пятилетний мальчик. Все с признаками насильственной смерти, множественными колото-резанными ранениями. Пока следователи осторожны в своих версиях случившегося. Следователи осмотрели место происшествия. Учитывая, что все окна и двери были заперты изнутри, следствие пришло к выводу. То есть предполагает, что, скорее всего, преступление совершил мужчина, после чего покончил жизнь самоубийством сам. По данному факту, Кировским следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 105 «Убийство двух или более лиц». По словам соседей, пострадавшие не работали, а потому денег в семье не было. Порой не хватало даже на еду. В интернет просочилась информация, что отец семейства, ранее судимый мужчина, нередко поднимал руку на свою гражданскую жену. В квартире бывали и застолья. Эти ли причины привели в итоге к драме или подоплека была совсем иной, теперь предстоит выяснить следователям. Мы будем следить за развитием событий. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.